Всем здравствуйте! Вы, наверное, слышали, что в Аршане есть водопады. Это очень такое место, популярное среди туристов. И сейчас я покажу, как оно выглядит, это место. Вот река, вдоль которой мы будем идти. Сейчас покажу план ущелья, по которому мы будем идти. И что мы по пути увидим. Вот это карта ущелья. Вот мы внизу находимся. И вот так будем следовать по тропинке вверх. И до первого водопада, ближайшего, 886 метров. И вот здесь пишется на карте, что это самый зрелищный и первый водопад из всего каскада водопадов реки Кингерга. Прям такие названия здесь необычные. И вот что по пути есть. Кафе, берёвочный парк, аттракционы, разные тарзанки, беседки. И сейчас мы всё это вам покажем и расскажем. Мы здесь с семьёй сейчас будем идти. С пятью детками. Покажем, реально ли дойти туда. В общем, пошли с нами. Мы пришли оттуда. Тропа идёт через такой лес. Очень живописно, красиво. Везде ленточки висят. У реки есть лавочки. Можно посидеть, отдохнуть, понаслаждаться природой. Очень красиво. И первый аттракцион. Этот аттракцион называется Тарзан. Одна трасса 200 метров. Вторая трасса 400 метров. Стоимость каждой из трасс 500 рублей. То есть, если вы хотите две трассы пройти, тысячи рублей получается. Всё, начинается вот такая тропа, где за тетьми нужен глаз да глаз, если вы с ребёнком идёте. Коляска здесь не проедешь. Очень живописно. Очень красиво. Буду по пути чихонечко показывать, что здесь будет находиться. Прям всю дорогу снимать вот так не буду. Но некоторые моменты самые красивые буду снимать, показывать вам. Тоже видите, лавочки идут везде. Очень хорошо, потому что можно отдыхать, садиться. По пути есть мусорные пакеты, куда можно бросить мусор. Это очень тоже хорошо. И я скажу так. Вот я иду здесь довольно-таки чисто. Нету ни мусора, ничего. Очень это радует, кстати. И ещё такой момент. Сейчас не сезон. Мы в сентябре снимаем. Здесь людей очень мало. Вернее, даже вот мы единственные пока идём. Ну, вон там я смотрю, мужчина с ребёнком. Перед нами две женщины прошли. Ну, вот в принципе, мы здесь сами, можно так сказать. А лето, сезонные месяцы. Здесь, конечно, очень много людей. Кстати, на водопадах мы не увидели никаких сборов, никаких средств. Не нужно было никуда платить. То есть это бесплатное посещение. Нету кассы. Нету того, кто берёт за посещение. Это тоже момент такой. Хотя вот читала я на форумах, что иногда попадаются люди, которые предлагают свои услуги. Просят заплатить за что-то. Ну, то есть, в принципе, водопады бесплатные. Так, на заметку и по желанию, конечно, если вы хотите кому-то что-то дать. Например, на уборку или на ещё что-то, что собирает. Это добровольно всё. По крайней мере, официальные кассы мы не увидели. Вот ещё чуть-чуть дальше, если отойти, находится Верёвочный парк. И плюс Тарзанка, которая далеко туда уходит. И вот как это дело называется. Полёт между Кронполос и Верёвочный парк Шерлот. Кстати, водопадов 14. Хотя кто-то говорит, что их намного больше. Но тут некоторые смеются на форумах. Говорят, что если считать каждый перепад реки, то их тут можно и сотню насчитать. Но местные жители говорят, что их 14, в принципе, водопадов. И чтобы добраться до 14-го водопада, нужно 2 дня идти с ночёвкой, с палаткой. Но это явно не для семейных пар с детьми. Явно не для пожилых людей. Вот реально сюда пожилому добраться. Вот сейчас я уже начинаю запыхиваться. Мы идём совершенно недалеко. Отошли отсюда. Потому что всё время потихонечку в гору поднимаешься. А для пожилого человека здесь нужно, конечно, постараться. С перерывами, с передышками. В принципе, дойти можно. Вот у нас с нами самый маленький ребёнок. 5 лет ему. Я имею в виду тот, что сам идёт ногами. В принципе, пока смотрю, он не устал. Очень активно двигается. И спросим в конце у ребят, было ли им сложно пробираться к первому водопаду. Скорее всего, к остальным. Мы сегодня не пойдём. Потому что мы с маленькими детьми. И, как было написано, самый зрелищный находится именно первый водопад. Поэтому к нему мы и будем добираться. Вот такие ступеньки, вы видите, мы по ним идём. На самом деле, ради вот этой красоты стоит сюда просто сходить. Потому что очень приятная дорога. И хочется прямо здесь быть. Вот этот спуск, по которому мы поднялись. Покажу вам, что здесь находится. Очень красиво. Учитывайте, здесь вот такой есть подъём. Где маленьких детей лучше держать за руки. И ещё одна смотровая площадка. И ещё одна тарзанка. Вертикаль. Также стоимость 500 рублей. Одна трасса и две трассы. Одна 200 рублей, вторая 400 рублей. Тарзан. Канатная дорога Тарзан. Общая протяжённость 600 метров. Вот так вот. И вот туда уходит. Ой, наверное, это страшно очень. По пути находится, скорее всего, касса. Потому что там писалась касса в конце, прямо перед водопадом. Скорее всего, вот эта касса и есть. Но, насколько я слышала, водопады бесплатные. Но берут здесь на кассе 100 рублей. Официально это или нет, ответить не могу. Видите, у нас нет возможности проверить. Плюс сейчас мы идём. Вот в сентябре. Никакого... Ну, то есть оплаты никакой мы не даём никому. Никого здесь нету. Поэтому без понятия не могу подсказать. Достоверна эта информация или нет. Беседка здесь есть. Где тоже можно посидеть, отдохнуть. И ещё одно место святое. Здесь очень много камней, которые, как я понимаю, держат вот этот мост. По крайней мере, как страховка. Часть моста. И дорога вниз. Ох, аж страшно. Аж дух захватывает. Там ущелье. Здесь не видно. Сашонька, держись, держись. Аж туда. Вниз. Вот так выглядит первый водопад. Вот там мостик есть. Можно посмотреть. Сейчас покажу поближе. Ох, тут, конечно. Спуски крутые. Всё, захожу на мостик, чтобы снять вам водопад. Вот так он выглядит. Как я понимаю, добраться можно аж туда по камням. Но это, наверное, летом, когда солнышко, когда жара. Сейчас холодно. Вот так выглядит первый водопад. Ничего не могу сказать за все остальные водопады. Но здесь реально красиво. Такое ущелье. Сюда стоит прийти и посмотреть. И дорога очень живописная. Я показывала, снимала. И окончательный такой этот эффект красоты. Прям вообще сказка. Также здесь можно повязать ленточку. В общем, надеюсь, вам было интересно. И то, что, конечно, передаёт фотоаппарат, и то, что видишь в реальности, в реальности всё намного круче. Потому что те ощущения, которые мы ощущаем, испытываем с детьми, это, конечно, не передать. Здесь стоит побывать. Пойду с вами наверх сейчас. Маленькая смотровая площадка. Чтобы отсюда посмотреть. Тут можно верхом сюда подойти, а можно низом подойти по камням. К водопаду. Танюша с Борей внизу. Ребятишки тоже внизу. Никому не разрешил сюда лезть. Потому что тут очень скользко на камнях. Вот. И говорю, дайте мне фотоаппарат, я пойду наверх. Красота! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...